Здравствуйте! Мы начинаем еще наш очередной выпуск подкаста «Антимодерн», и на этот раз мы поговорим о противораскольнической миссии среди раскольников и единоверцев, и о связи этого движения с общецерковным модернизмом, если так можно выразиться. И сегодня у нас в гостях Роберт Шигорин и Александр Чуевский. Они занимаются как раз такой миссией, у них есть страница ВКонтакте. И вот мы познакомились где-то год назад, год-полтора назад, и для меня это было очень важно, потому что заниматься сегодня такой же противораскольнической миссией, какой была до революции, просто невозможно, потому что совершенно изменилась ситуация. Мы говорим от другого лица, можно сказать, сегодня, потому что сегодня у нас единоверец и Дугин, и это совершенно изменила вся картина по сравнению с XIX веком, когда действительно в села, где был распространен раскол, отправляли от синода, от епархии, отправляли миссионеров, и они проповедовали, разговаривали с этими начетчиками, главами общин, и уговаривали их присоединиться к православной церкви. Сегодня у нас ситуация совершенно обратная. Я вот сейчас скажу вкратце, она ситуация совершенно та, что наоборот, у нас нет задачи сейчас привлечь таких людей, как Александр Дугин, в церковь. То есть перед нами она не стоит. Мы не отправляемся на собрание евразийцев с тем, чтобы уговорить, чтобы они со своими путанными идеями, какими-то модернистскими, в том числе и гностическими, признали авторитет православной иерархии, пришли в церковь. То есть у нас нет такой задачи. У нас задача в каком-то смысле, она прямо противоположная. И в каком-то смысле тоже можно сказать, что наш сайт занимается чем-то даже, можно сказать, диаметрально противоположным к этой миссии. То есть наоборот, мы хотим избавиться, избавить церковь от тех модернистов, которые в нее проникли, в том числе приняв образ единоверцев, любителей старого обряда, скажем, и так далее. И вот, Роберт, наверное, вы у нас ведете в основном эту страницу ВКонтакте. Вы можете рассказать, когда это все началось вообще, почему вы этим занялись, именно миссией среди единоверцев и Раскольников? Да, я всех привет. Да, Роман Алексеевич, я благодарю вас. Приветствую всех еще раз. Благодарю за возможность где-то пообщаться. Но как я к этому пришел? То есть немножко сейчас я кратко вам расскажу про себя и как я, собственно, к этому пришел. Началось все с того, что как бы просто эта тема протестантизма, она очень как бы связана с темой противороскольнической миссии. То есть я, получается, в подростковом возрасте хотел переходить в протестантизм, то есть это церковь 21 века, в Петербурге каризматы. Потом под воздействием изучения противосектантской нашей апологетики, миссии, то есть трудов священномученика Данила Сосоева, Олега Стеняева, Георгия Максимова и прочее, я убедился именно в истинности православной церкви, именно исторической церкви. Когда я читал еще труды святых отцов до Никитского периода, то есть это первые трех веков, то я понял, что именно православная церковь – это та церковь, которая основала Библию. И таким образом я полностью, так скажем, успокоился. Но потом, соответственно, после школы я поступил в Перервинскую духовную семинарию в Москве. И когда я начал учиться в ней, то я начал, так скажем, замечать некоторые моменты, которые меня снова начали смущать. То есть когда я, так скажем, знакомился и был знаком в принципе с такой теорией, то есть вот то, что святые отцы там в священном писании сказано, да, церкви и прочее, 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 да, и то, как я видел на практике, то есть когда система полностью противоречит, извините, как бы зачастую учению святых отцов. И для меня это, так скажем, стало, ну, таким тревожным звоночком, что может быть я просто не в ту церковь, так скажем, ну, как бы нахожусь, либо пришел, то есть как бы, да, вот. И мне вот на тот момент, как бы, ну, в принципе, как бы у протестантов вот тоже есть такая тема поиска именно чистой церкви, как сказано в священном писании святое непорочное, не имеет никакого пятна, либо порока. Я вот эту церковь как бы искал, и мне казалось, что есть какая-то параллельная церковная юрисдикция, вот, может быть, в другой поместной церкви, то есть, да, ну, как бы, где, к которой мне как бы нужно присоединиться. И мне первое, что мне попалось, это было именно старобрячество, потому что мне казалось, что оно более такое истинное, древнее, то есть вот как вот протестанты, они, как бы, Мартин Дутер пытался вернуться к чистоте. Да, 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 это та же иллюзия, тот же обман зрения. Да, да, вот, и я, получается, как бы вот, ну, то есть познакомился со старобрячеством, белокринитской иерархией, то есть вот, как бы, да, и меня вот первое, что, когда я к ней пришел, вот, в Покровский кафедральный собор, как бы, да, меня вот что поразило, что первое, с чем я столкнулся, это я столкнулся с цитатами, ссылками именно на священное писание, святые хатсловы, святые каноны. То есть до этого я, как бы, особо, ну, как бы, не встречал, чтобы критика шла именно при помощи, так скажем, строго вот такой вот, скажем, консервативной, зилотской логики, ну, именно нашей церкви, что, то есть я как-то особо с раскольниками как-то особо и не был связан, вот, меня это очень, как бы, задело, то есть я думал, что я вот такой семинарист, бывший, так скажем, полупротестант, я думал, сейчас я приду, и сейчас я там разнесу в пух и прах, но этого не получилось, то есть я потерпел полное фиаско, вот, я не знал, что отвечать этим старобряческому священнику, там есть такой отец Василий Андреевич, Андронников, это выпускник, интересно, православного Свято-Тихоновского университета, он закончил, то есть он, в основном, в условии, занимается в белокринитской иерархии, то есть именно работой с православными, коньянами, так называемые, в кавычках, да, то есть. Как это, привет, привет нашему церкви. Самое интересное, что этот отец Василий Андронников, он именно такой, знаете, зилот, то есть он прям такой очень ультраконсерватор, и при этом на базе, получается, модернистских вот этих вот учебников, он полностью доказывает, что у Вас Свято-Отеческого, там, в Вашей церкви ни коньянской, ничего нет, и поэтому переходите к нам в древнюю церковь, то есть он как бы, да, меня это как бы очень в свое время задело, особенно он это все как бы сопровождал апологетикой белокринитской, то есть это вот ссылался на Арсения Уральского, это у них такой известный балогет. Таким образом, как бы я потом, что самое интересное, пришел вот с этими аргументами к себе семинарию, задавал вопросы преподавателям, как бы, да, там, вот есть такая книжка «Блуждающие богословия» Федора Ефимовича Мельникова, где показано, что в Синодальной церкви там полностью богословие, оно было католическое, протестантское, униадское, ну, то есть понамешано всего, и я не знал, что отвечать. Я задавал это преподавателям богословия догматического, как бы, да, и они тоже особо как бы не знали, чего отвечать, ну, как бы, да. Кстати, Роберт, извини, по поводу книги «Блуждающие богословия», это очень интересно, я ее смотрел, вот так, может быть, я на нее взгляну, целиком я, конечно, считать ее не стал, но вот то, что я увидел, как мне сразу показалось, опровергается доводами свидетеля Серафима Соболева, то есть Мельников, автор этой книги, написанной перед революцией, использовал, по сути, аргументы «православных», в кавычках, модернистов того времени, в церковном учении. Павел Алексеевич, знаете эту книгу, да? Да, так Мельникова я знаю, я обнаружил в нашей библиотеке приходской, ну, я их изъял, эти книги, конечно, вот. Ну, я думаю, Мельников что-то пишет там такое, понимаете. А кто же это такое? Это старобряец. А, понятно, ну, тогда, извините. Вот. Да, это, понимаете как, ведь это же получается так, что… Вот то, с чем столкнулся Роберт, что православные модернисты, они систематически разоружают церковь перед лицом всех ересей, всех восколов, и перед лицом самого мира, понимаете? То есть они вместо того, чтобы давать, ну, грубо говоря, прививку там от массовой культуры, они разрушают даже последние вообще слабые какие-то барьеры, которые есть у поступающих. Вот и все. И это проводится систематически, понимаете? Это, ну, как задача такая у модернистских учебных заведений. Ну, Роберт, а дальше что было в вашей истории? Ну, соответственно, смотрите, дальше я как, вот у меня тема шла, я задавал вопросы преподавателям. Преподаватели, извините, закончившие наши, так скажем, семинарии, они как бы модернисты, они не знали, что отвечать на эту критику, потому что… Конечно, они были согласны просто с ней, да? Они не знали отвечать, потому что были согласны с ней, они тоже так думают, конечно. Вот, и меня, понимаете, как бы вот этот момент, что, извините, преподаватели семинарии не могут ответить на доводы раскольников, как бы меня это очень смутило. И я в этот момент, я начал присматриваться к Белокринец Кравке, потому что у них, как мне казалось, служба более чинная, потом у них есть вот такие грамоты преподаватели, но, по сути, у нас вот в семинарии преподаватели были из ПСТГО, а тут, по сути, магистр богословия по авторитету, как бы, ну, то есть и по статусу, он как вот наш преподаватель, понимаете? И тут как бы здесь идет как бы параллельно. Вот, но почему я в итоге как бы не пришел впоследствии Белокринецкую иерархию, как бы, потому что мне просто, я как человек в свое время хотел, имевший желание переходить в протестантизм, я в свое время вот тоже пришел к такому, так скажем, ну, и, в принципе, мне это советовали, что перед тем, как что-то бросать, необходимо вначале изучить серьезно, что ты хочешь бросать, потому что зачастую, как бы, люди делают посмешные какие-то выводы, там, о своей церкви, там, и прочее. И я решил, вот как вот я вот изучил вопрос, получается, с противосектантской, как бы, да, тема, получается, с протестантизмом, я как бы разобрался, решил разобраться, но неужели у нас за все это время в нашей церкви нет ничего по опровержению старобрядческих доводов? У нас же велась какая-то полемика со старобрядцами, там, до революции. Я начал искать, и, к сожалению, вот моему большому, вот сейчас я плавно перехожу вот к моей... Я вообще ничего не находил по теме, ну, каких-то серьезных доводов, серьезной какой-то апологетики в защиту нашей церкви, потому что то, что я встречал даже в семинарии, у нас там, к примеру, продается книжка Зиньковский, то есть это такой известный автор, который... Сергей, Сергей Зиньковский, да, да. Да, он оправдывал, по сути, раскол. Да, это книжка, да, абсолютно подрывная книга, да, да, да. Она тоже была в нашей приходской библиотеке, да. Вот-вот-вот, и она причем есть во многих семинариях университетов, то есть это как бы является вот таким вот классическим вхождением в историю старобрядческого раскола, и для меня это, честно, было немножко странно, то есть я просто странно тем, что эта же книжка продавалась, извините, продается сейчас в книжной лавке Ирогожского, вот этого поселка, понимаете, то есть это как бы, по сути, ну, апологетика раскольников, и она продается в православных магазинах наших, то есть она есть в библиотеках приходских, то есть имени этого было немножко странно, но это ладно. Потом, ну, понимаете, как бы я, с чего вот началось мое знакомство именно с единоверской апологетикой, то есть я для начала узнал о профессоре Николова Ивановичу Суботине, это другий священно-архимандрита Павла Крусского, от другого же, такого же попа раскольника, но только из другой церкви, как сказать, это старобрядческого раскола, то есть я пошел после белокреницкой иерархии на Паверецкую, там у них вот эта древняя православная церковь Калинина, да, вот этого псевдопатриарха, вот, и туда я пришел, вот получается, у них тоже там кафедральный Покровский собор, прихожу туда, говорю, что у меня вот я семинарист, у меня есть желание пообщаться со священником, вот, и как вы думаете, я был просто немножко удивлен, ко мне подходит священник, магистр богословия по СТГУ, древнеправославная церковь, понимаете, то есть человек точно такой же по уровню образования, как и белокреницкой иерархии, и вот этот отец Михаила Степанов, как бы, да, он, я, соответственно, с ним общаюсь, и я понимаю, что, как бы, человек, ну, то есть реально знает тему про модернизм, экуминизм, и вот он приглашает, собственно, к нам в Бубийственную церковь, я ему говорю, уважаемый, там, отец, а почему у белокреницкой иерархии-то вы не в ней, там, вот, я знаю такого отца Василия Андронникова, как бы, тоже, он из ПСТГУ, то есть, ну, по сути, вы бы с ним бы очень много общего бы сделали для, он говорит, а ты в курсе, что у них там, как бы, иерархия не каноническая, вот это, а метрополитам бросит туда-сюда, я, нет, мне про это там, ну, никто не говорил, потому что у них такая самая слабая тема, вот, потому что основание иерархии, вроде, такой ключевой вопрос, а у них это, как бы, вообще, там, как бы, ну, лишний раз, это, как бы, там, все это замалчивается, и отец, вот этот Михаил Степанов рекомендовал мне, то есть, понимаете, раскольник, рекомендовал мне изучать вот труды вот этого Никоньянина, как он говорил, профессора Николаевича Субочина, который описал историю белокреницкой иерархии на основу именно архива белокреницкого, то есть, когда, вот, получается, вот эта вся иерархия появилась, они, вот, составили архив, и этот архив впоследствии, вот этот, как его, ученый-архивист, вот этот Филарет Захарович, он, получается, при, с единоведческими, извините, со старообрядческими белокреницкими епископами, они переходили в единоверие, в Никольский единоведческий монастырь при поддержке святителя Филарета Дроздова, и они захватили вот этот вот весь архив, и на основе вот этого архива профессор Николаевич Субочин, друг отца Павла Павла Павловского, составил историю белокреницкой иерархии, где полностью, как бы, говорил про симонию, за какую сумму там был этот митрополит Амроси принят. Да, да, Амроси, да. Я читал это все о Ситле Филарета, у него же вот в его трудах, отзывах есть много-много документов именно об этом, вот я как раз оттуда знаю, я сам труд вот Субботина я не читал, а вот эту всю историю я знаю по, именно по переписке Ситле Филарета, да, да. Конечно, потому что вот все вот это вот и присединие, а? Он писал, по-моему, отзывы и все ноты, все, вот я могу это поднять, если это нужно. У него это, у него есть много томов, они издавались как-то не очень регулярно, ну, как бы, с дополнениями потом, вот, как бы, отзывы Ситле Филарета, по-моему, в четырех или пяти томах. Мне кажется, это очень важная тема, поскольку, конечно, известно труды Ситлера Филарета против старообрядческого раскола, но там они не оцифрованы, но то, о чем вы говорите, неизвестно там ни мне, ни, наверное, Роберту, но не тем более какому-то... Да, это, нет, там очень подробно все как раз обсуждалось, все эти дела и все там, это, по-моему, с Муравьевым он обсуждал, у него вот эта переписка с Муравьевым, вот, по-моему, вот со Святым Антонием, из, там, настоятельного, значит, Тройс Сергеев Лавры, по-моему, он не это, это не обсуждал, ну, вот, ну, надо, это поднять надо, вообще-то это кладезь, они же издавали, по-моему, это не до конца, не доиздали, это вот надо Юрия Бижанидзе спросить, из ПСТГУ как раз, все его отзывы и распоряжения они издавали, прям уже даже, прям по епархии, а вот основные переписки, там, с синодом, с архипископами, там, отзывы какие-то на прокурору, там, оберпрокурору, это все, это все это издано еще было в 19 веке, вот, так что это можно все посмотреть. — Обязательно, обязательно, это можно доставать. — Извини, Роберт. — Да, надо это, конечно, они, ну вот, слава богу, оцифровали, Тройс Сергеев Лавры оцифровал проповеди, стихи для Филарета, они все есть, но у него вот это письма, это прям кладезь. Вообще, я прям честно скажу, что это сейчас тоже отступление, и Роберт потом продолжит, что для меня это было прям открытием. Я в 89-м году, в начале, в 1989-м году, я пришел, и я случайно нашел книгу этих писем, стихи для Филарета, вот. И я открыл, прям, я понял, что это вообще, это невероятно, это что-то, какая-то невероятная история совершенно, какая ясность, какая глубина и все такое, вот это. — Согласен. — Ну, вот, кстати, я бы сказал еще про стихи для Филарета, может быть, для тех, кто нас слушает, еще будет, он уже в конце своей жизни разглядел в архимандрите Павле Прусском, который тогда еще был только желающим перейти в православие, вот, великого миссионера. И святитель Филарет, кстати, благословил ему проповедовать по старообрядческим селам, еще даже до его присоединения к православию. Вот сейчас-часто говорят, что там, почитание Павла Прусского, это не какая-то традиция, это что-то новое, а вот даже святитель Филарет его уважал еще, когда он только стремился к церкви перейти. — Да, видимо, его вот имя тоже, я в этой переписке, видимо, тоже я встречал, потому что мне знакомо это имя, не только по вашей странице ВКонтакте, о которой вы сейчас, наверное, расскажете уже скоро, да? Вот. Ну ладно, давайте продолжим тогда, Роберт расскажет дальше историю. — Да, вот, действительно, вы правильно, вот, Роман Васильевич, сказали, что труды святителя Филарета Дроздова, они, в принципе, понимаете, как бы цены именно в наше время тем, вот, на мой взгляд, что они как раз-таки, по сути, вот, смотрите, когда вот Никольский Единоверческий монастырь появился, сейчас я вернусь к продолжению своей истории, да, вот, буквально пять копеек вставлю, да, ведь именно в тот момент, вот, понимаете, основатели вот этой белокринитской иерархии, они, по сути, вот, там вот иерархия появилась, потом чуть позже вот это окружное послание было написано, белокринитская иерархия, но которое, по сути, подвело к тому, что, как бы, ребята, нам, по сути, остался один шаг до единоверия, поэтому многие вот эти епископы белокринитские, по-моему, их там было трое, если не четверо, То есть я вот впоследствии насчитал шесть белокринистских епископов, которые перешли в единоверие, то есть в русском православном церкви. И интересно, что вот все вот это вот по сути инициатором и проводником именно домой в церковь был именно как раз-таки святитель филарета Дроздов. И интересно, что он как раз-таки не гнушался из служения по старым обрядам чинам, то есть он освящал Никольский единоверческий монастырь по, так скажем, обрядам первых пяти патриархов. Для него это как бы проблемы не было. Самое главное, то есть как бы не обряд, а именно единство церкви. Я считаю, что это очень такой важный момент, что как бы в наше время нам обязательно нужно популяризировать святителя филарета Дроздова совместно с трудами именно вот этих миссионеров, которые вышли из раскола, будучи разными начетчиками, епископами и прочее, прочее, прочее. Потому что именно сейчас у нас нет ничего вот такого серьезного по опровержению всех этих доводов. Но я вот возвращаюсь в итоге к своей истории. Так вот, потом, когда я пообщался с отцом Михаилом Степановым из древней православной церкви, меня в тот момент немножко удивлен, что оказывается есть какая-то еще параллельная церковная юрисдикция, которая не признает, так скажем, митрополит Амвросия. И мне вот просто стало интересно, я начал, собственно, потом пошел в итоге после этого к беспоповцам на, получается, преображенку. Мне просто было интересно, так если у нас старобряческих согласий много, почему между ними нет единства? Как бы вот этот вот момент меня в свое время очень так это задел. Ну, как бы если бы все вроде бы... Да, если все так хорошо, то почему так все плохо, да? Да, 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 да. Ну, то есть, как бы, ну, наверное, ну, как бы если бы вы действительно были бы в истине, то, как это, ну, как бы Христос, он часто говорил о единстве именно иерархистских и прочее. Ну, как они там вот троицы едины между собой, так и в церкви должны быть все едины. Ну, как бы, да. И вот этот вот момент меня в свое время очень так вот задел, что у старобряцев-то единства-то по сути нету. И когда я пришел к беспоповцам, выяснилось, что они вообще, вообще всех этих, как его, белокринитских, древнеправославных считают, извините, не княнами, потому что их иерархии, что самое интересное, вот если вы почитаете историю происхождения белокринитской иерархии древнеправославной, то, например, сейчас скажу, белокринитскую иерархию создал ученик нашего новомученика, ушедший в раскол, понимаете, да? Также и получается, как его, то есть это вот поп-ироним, это был ученик, извините, как у святителя Федорета Дроздова, да? Вот, этот ученик Федорета Дроздова, он принял метрополитам в Россию, в сущем сане, то есть это был беглый запрещенный поп, вот он вот этот вот иерархию, понимаете, белокринитскую, так вот строго вот по цепочке. Если про древнеправославных говорить, у них, получается, ученик священномученика Владимира Богоевленского принял запрещенного вот этого обновленческого епископа, ну, то есть, понимаете, ну, то есть ученики наших новомучеников создали, ну, то есть ушли в раскол там по разным причинам, да, но, скорее всего, из-за каких-то обличений со стороны наших священномучеников там, либо святых, да, и они вот, по сути, основали вот эти вот иерархии, и как бы в этом плане, как мне вот кажется, что позиция беспоповцев – это самое логичное старобрячество в том плане, что если нет действительно священства, то логично, что нет аист, нет ничего, поэтому прямой путь из РПЦ – это, по сути, как бы в поморство, там, федосеевство, но самое интересное, что когда я начал изучать театру ДЦа этого профессора Николова Ивановича Суботина, это я увидел ссылки там на отца Павла Прусского, и мне в свое время и мои преподаватели по семинарии вот рекомендовали читать отца Павла, там, есть такой священник-отец Александр Лухманов, он мне тоже рекомендовал читать отца Павла Прусского, и когда я начал читать отца Павла Прусского, понимаете, для меня просто открылся новый мир, оказывается, что можно из такого строгого, самого консервативного, зелотского, такого федосеевского согласия перейти через поморство в единоверие, и не просто перейти, а стать... Отец Павел уже не был поморцем, но он выступал за брак какое-то время, он поморцем не присоединялся. Ну, насколько я помню, он перешел из федосеевского согласия в поморскую церковь, потом у них пошли там разногласия, и в итоге потом он уже перешел как раз-таки на тему брака и прочее. Надо посмотреть, может быть, я ошибаюсь, но вроде бы он просто как-то отделился от федосеевцев, вот по вопросу о браке, он поморцем не присоединялся. Возможно, возможно, да. Ну, может быть, да, да, может быть, да. Ну, ладно, это не так важно в данном случае. Да, тут именно вот я рассказываю именно сейчас сам, именно вот путь именно вот моего такого размышления, то есть, понимаете, когда я вот начинал читать вот эти труды от Цепавла Прусского, я был просто удивлен, что человек при помощи двуперстия, при помощи лестовки, понимаете, защищает не раскол, а нашу церковь. То есть, он говорит, что, извините, преподобный Сергий Радонежский, святые до Никона, они практиковали двуперстия лестовка, но они при этом были в полном молитвенном и евхаристическом общении с другими поместными церквями, которые, ну, в кавычках, были уже новообрядными. Как так? Сейчас вот современные, извините, раскольники, они себе такого не могут даже позволить. То есть, в этом плане единоверие для меня стало, ну, то есть, как бы, у меня вот это желание перейти в раскол, как бы, оно вот, так скажем, погасилось. Ну, я же могу быть старообрядцем в лоне московского патриархата, то есть, мне, как бы, не нужно никуда уходить, и не просто, как бы, быть раскольником. Я могу быть еще и миссионером, то есть, как бы, призывать раскольников. Да, но на этом, я, как понимаю, у вас все это не закончилось, да, на том, что... Конечно, то есть, для меня, вот, труды именно отца Павла... Потому что единоверие вы тоже в современном, тоже, я так понимаю, не нашли тоже себе... Да, вот, да, вот, спасибо за вопрос. Смотрите, да, я, получается, вот с отцом Павлом Прусским познакомился и начал потом ознакомиться, получается, с единоверием. То есть, я думал, что на тот момент единоверие такая, ну, идеальная форма православия. Да, 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 я понимаю, да. Так называемых неконьянских, и вроде как такая идеальная чистая форма православия. Вот, понимаете, есть отсылка на протестантизм, да, вот, типа, вот, поиск чистой церкви. И интересно, что, когда я начинал вот общаться с этими, с единоверческими священниками, то есть, был такой... Я общался активно с священной Иреем Алексеем, отцом Алексеем Гуглеватовым из Куровского, да, такой молодежный сейчас священник, он очень активно в социальных сетях, вот, и он, ну, как бы, по сути, сейчас вот вся молодежь, она вот около него там тусит. Вот, и я вот, собственно, с ним вот начал общаться. Поначалу, я вот тогда был семинаристом, по-моему, второй курс, первый, я даже к нему приезжал, он меня в алтарь пускал, понимаете, все было прекрасно. Я был у него на службе, мы там чаек пили, общались, там я познакомился с отцом Дмитрием Кириченко из Псковской единоверческой общины, то есть, все было нормально. Вот, то есть, я тогда вот только начинал симпатизировать единоверию. И как раз-таки разошлись мы по вопросам единоверия, именно через личность священного архимандрита Павла Прусского. Когда я им говорю, что, уважаемые, так вот отец Павел Прусский там обличал раскол, он там объездил кучу епархий, был учителем многих новомучников, исповедников российских, основатель миссионерских съездов, вы понимаете, всероссийских именно, которые разбирали вопросы противораскольнической миссии, то есть, он, по сути, святой. Его признавали авторитет даже восточной патриархи, там, Иерусалимский, Константинопольский, то есть, он вел активную переписку с предстоятелями разных поместных церквей. Его все уважали, почитали. То есть, авторитет, он был колоссальный до именно революции, понимаете. Потом это имя было забыто, но тем не менее. И вот сейчас единоверцы, они почему-то его как-то вот не любят. Чем-то вот он, им отец Павел Прусский вот не нравится. То есть, человек, ну, который вышел из раскола, причем был в свое время лучшим образованнейшим начетчиком в старобрячестве, да, он пришел в единоверие при истинном, искреннем поиске истины, понимаете. И как бы вот, ну, это же наоборот же, как бы его нужно пиарить. Я бы про отца Павла, извини. Да, 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 это про отца Павла Прусского. Я бы про отца Павла просто сказал, что мне вот показалось, что он последний, ну или один из последних авторов, который вообще как-то не касается темы модернизма. Он получил вот это образование еще в беспоповстве, и он на основании этих знаний, ну и знаний, которые он приобрел при переходе, после перехода в православную церковь, учил строго православное, учил согласно писанию и преданию. И вот в его трудах не то, что нет каких-то модернистских взглядов, а нет даже упоминания модернизма, поскольку он жил, как мне показалось, в каком-то своем закрытом мире, где модернизма еще не было, хотя вот в то время он уже был. А вот годы его жизни, кстати, вот на... 1821-1895. Нет, но в 1895-м какой был у него модернизм? Соловью? Нет, в 1895-м... Кстати, отец Павел Прусский, вот я прошу прощения, он в свое время даже интересно, что писал письмо, я был семинаристом, на такое напутствие, где говорил, что ребята, строго держите священного писания святых отцов и святых канонов, потому что именно истина у святых, а не вот в современных вот этих вот научных, так скажем, авторов, которые получили образование там в Европе и прочее. То есть он... Ну вот если надо, я могу это как бы представить, потому что это очень интересно, я даже в свое время это выкладывал. Да, это правильно, да, это хорошо, да. Вот, так вот, возвращаясь вот к своей истории, да, получается, смотрите, почему у меня именно произошло, так скажем, разногласие. То есть мы в свое время, я помню, первый раз с отцом Алексеем Гуглеватым поссорились именно из-за личности отца Павла Прусского, потому что отец Алексея говорил, что сейчас миссия со старобрядцами, она неактуальна, и миссия должна сейчас у нас идти как? Это нам нужно просто, извините, с ними дружить, чай пить, естественно, мероприятие, принимать участие, понимаете? То есть вот, по сути, как бы через, как он говорит, через любовь их вот нужно привлекать. Я не против этого, отец Павел Прусский тоже говорил про любовь, но он еще ходил, он еще обличал, он еще книги противороскольнические там и прочее, то есть это, по сути, было настоящими именно противороскольническими. Да, конечно, нет, ну естественно, но, конечно. С бессмертным душем вот этих вот старобрядцев. А тут, понимаете, было просто как бы вот, ну немножко, то есть он не мог прямо сказать, ну как-то вот чувствовал, что что-то вот не то. То есть вот он вот с этой позицией не согласен. Он часто говорил, что отец Павел Прусский, это, видите ли, такой, так скажем, новобрядец, в лодне единоверия. Но для меня вот он пришел от такого зеловского старобрядчества единоверия именно потому, что он понял, что как раз-таки истинно в РПЦ, то есть полностью и новые обряды, они как бы, там нет ничего такого ошибочного, зазорного и плохого. Поэтому он, естественно, это все как бы оправдывал. Это логично. Если ты не видишь никакого противоречия там со священным преданием. Вот. И как бы отец Павел Прусский, он, интересно, что... Сейчас, я что-то мысль потерял. Нет, но я понимаю, да. Но, короче говоря, вы столкнулись с, ну, грубо говоря, с новым подходом к миссии среди... Да, вот, да. ...единоверцев. Вспомнил. То есть, смотрите, отец Алексея Гуглеватова начал ссылаться на протерея Олега Стеняева, который говорил, что со старобрядцами сейчас вот тоже нужно мирно все так полю... То есть это какие-то совместные проекты, вот и прочее, прочее, прочее. Понимаете, если это полностью идет в противоречии святым единоверцам дореуционным, идет в полной противоречии нашим святым миссионерам дореуционным. Понимаете, то есть это просто абсолютно как бы, ну, это не то. Ну, конечно, не то. Ну, и что, вот как бы, ну, какая ваша была реакция на все на это? Что можно с этим сделать? В конце концов, вот, ну, вы поймите, тут ведь какая история, что ведь многие люди, да, они недовольны модернизмом, да, ну, например, ну, я создал сайт, у меня были свои мотивы, если так можно выразиться, ну, как бы особые, потому что не все создают сайты антимодернистские, да, и не все создают даже группы в соцсетях антимодернистские. Многие просто там, ну, комментируют и так далее. То есть как вы вот пришли-то к тому, что действительно надо как-то организованно бороться против модернизма в единоверии, если так можно выразиться? Началось все с того, что, понимаете, как бы я вначале, как бы мы с ним общались, 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 я думал, что, ну, наверное, я, может, что-то, ну, как бы не то понимаю. Ну, наверное, ну, то есть как бы для меня в тот момент, когда человек, ну, для которого в свое время отец Алексей очень, так скажем, он меня, по сути, спас от уклонения в протестантизм, как бы, да, я думал, что я, как бы, много, возможно, ошибаюсь. Поэтому на какое-то время я полностью прекратил всякое взаимодействие вот на эту тему. Но очень больше я, как бы, думал на эту тему, тем больше я понимал, что что-то не то со современным единоверием. Потому что в современной единоверии, я вот общался, общаясь с другими там мирянами, с священниками и прочее, я увидел, что это не то, о чем говорил отец Павел, это не то, о чем я видел в трудах святых единоверцев. То есть когда идет почитание вакуума, когда перекрещивают обливанцев, когда превозносятся старые обряды над новыми, это когда полностью идет апология, по сути, раскола. И когда я видел, что некоторые единоверческие священники переходили в беспоповство, в белокринитскую урархию, это все какая-то такая вот ссылка вот тоже на этого Андрея Ухтомского, что он где говорил, что вся литература семинарий по повержению старобряческого раскола – это все ложь семинарский и прочее, прочее. Меня все это смущало, потому что отец Павел Павловский, будучи лидером единоверия, он как раз-таки наоборот распространял это все через семинарии, и к нему приезжали семинаристы учиться методом миссии, понимаете. И я понимал, что что-то не то. И поэтому я просто понял, что нужно, как мне кажется, просто самому для начала верить так, как верил отец Павел Прусский. То есть вот он учит, и просто брать его совет и реализовывать на практике. Я просто начал искать его труды. Чем больше я туда погружался, тем больше я понимал, что нужно именно какую-то вести активность. Потому что, ну ладно, ты как бы там нашел истину, а ведь есть люди, которые тоже как бы искренне заблуждаются и этого как бы не понимают. И поэтому я начал просто для начала выкладывать материалы в свою группу. Просто вот я вот читаю отца Павла Прусского там вот по какому-то вопросу, просто выкладываю. Группа была полностью закрытая. Вот эта вот группа святой единоверия против раскола старобряцев. Я думаю, что мы можем просто уже, мы сейчас просто давайте, короче говоря, вы создали группу ВКонтакте, да? Правильно? Да, потом я сделал просто открытый для того, чтобы любой желающий мог познакомиться с моими, так скажем, изучениями. Мы под видео поставим ссылку на эту группу, да? Да, да, благодарю вас. Значит, и в каком году это, как это было вообще? Вот, ну, когда вы создали, когда вы ее открыли для всех? И что там с ней сейчас происходит? Приблизительно это было два года там и назад. Вот я, по сути, у меня такая идея возникла, когда я еще служил в армии, вот создать такую группу. Вот, а потом, ну, по сути, с 17-го года, 17-18, я вот активно, у меня была задача, это вот как раз таки начать трудоцепа Павла Прусского доставать из библиотеки, туда все это выкладывать. И постепенно, постепенно, постепенно группа наполнялась, пока не пришел такой момент. Мы тогда были вместе с отцом Александром Блухмановым, и мы решили, я такой подумал, что нужно группу сделать открытой. А там уже будет критика, но мне, хотя бы более-менее, у меня уже будет понимание, как дальше взаимодействовать. Группа сделалась открытой. Самое интересное, что началось большой интерес к этим материалам, потому что они никому были неизвестны. Поначалу были очень недовольны единоверцы, что я начал видеть апологию РПЦ, а не апологию Росхола. Но я понимал, что я на верном пути, потому что я стараюсь каждое свое действие сверять со святыми единоверцами, со святыми миссионерами, и, в принципе, с правилами церковными. И я, честно, противоречий не видел, хотя я, в принципе, такой человек, что я уважаю конструктивную критику. И чем больше я публиковал туда вот эти материалы, тем больше я видел, что начинается какая-то движуха. Началась критика единоверцев, и потом это уже плавно перешло уже в открытую, извините, если так можно сказать, войну. Потому что они были не согласны с моим видением. Проблемы. Одно из таких ключевых моментов, когда я увидел труды, когда цитаты священномученика Симона Шльёва, это для них главного апологета, по сути, такого филораскольнического единоверия, который говорил, что каждый единоверец должен быть миссионером, что все единоверческие приходы должны быть миссионерскими. И закрепляющим вот таким вот моментом в моей, так скажем, изучении, это было открытие для себя по местному собору 1918 года, где в 17-м правиле о единоверии была утверждена единоверческая борьба с расколом. Там прям вот дословно сказано, что каждый единоверец... Ну, конечно, в этом и была цель же, единоверие, вообще-то говоря. Его создали не для того, чтобы создать какой-то, не знаю, наоборот, какой-то плацдарм для старообрядчества в русской церкви. Зачем это было нужно? Кому это нужно было? Вот. Ну, а скажите, все-таки, ну, как работает ваша группа? Ну, а что, у вас там прям ругательные комментарии, да, и все такое, да, со стороны... Там и со стороны единоверцев можно кучу всяких холл и в мой адрес, и, в принципе, в адрес даже тех же, извините, святых единоверцев можно найти. Набежали сразу же всякие старообрядцы. Вот. Вот поначалу мы с ними дискутировали, но самое было для меня удивительное, когда я понял, что... То есть, понимаете, когда вот до этого вся дискуссия со старообрядчеством, она была, по сути, на основе доводов священномученика Данила Сысоева, там, от Георгия Максимова, и немножко там, как бы, святителя Дмитрия Ростовского, то сейчас ситуация поменялась. Сейчас мы воюем со старообрядческим расколом, как я уже говорил, при помощи православного старообрядчества Московского патриархата. То есть, когда идет война с расколом через двуперстия, понимаете? Когда идет, так скажем, строго по канонической вот такой вот методике, богословской, да, идет полное опровержение вот этих всех доводов, потому что у святых единоверцев, у святых миссионеров, это, по сути, были люди, которые вышли из раскола старообрядческого, они знали всю методику, все мышление старообрядческое, и поэтому они опровергались легкостью все их доводы. И именно это я вот увидел в трудах Никольского единоверческого монастыря, братства Петра Митрополита Московского, вот, и прочее. Ну, то есть, грубо говоря, если бы, например, такие материалы появились на, скажем, нашем сайте, да, то они бы не вызвали бы такой ненависти только потому, что я не предложу к единовериям, да, а вы, как бы сказать, ну, вы даете себя за единоверцы, да, то есть вы являетесь единоверцем. А для них это невозможно, потому что единоверие равняется пропаганде раскола, вот так. Поэтому это вызывает страшную ненависть, я так понимаю, да, вот, идея именно в этом. То есть, я не думаю, что, например, в группы, где публикуются вот эти вот антистарабляческие цитаты там отца Даниила, там какие-то прям множество комментариев. Наверное, ну да, ну так, и читают, наверное, православные. Вообще, Роман Алексеевич, я в обычных православных группах, ну или около православных, видел, что под какими-то противораскольническими цитатами, которые выкладывали, появлялись комментарии единоверцев, которые возмущались. Понятно, да, ну то есть, ну я говорю, что в данном случае, конечно, я просто думаю как, что, ну, это такой классический пример, да, значит, ну, деятельности модернистов церкви, да, то есть кажется так, что, ну, какой-то очевидный, какая-то глупость невероятная, то есть невероятное какое-то событие, да, что церковные люди выступают против своей церкви, да, за ту церковь, которой они не принадлежат. Вот. Значит, но это универсальная позиция всех модернистов, понимаете? Они защищают, грубо говоря, скажем, эволюцию от православных, понимаете? Они не защищают, скажем, там, скажем, высокую культуру от масс-культуры, они защищают высокую культуру от православных, которые, значит, там, против культуры. Там массовую культуру защищают тоже от кого? От православных. То есть именно, ну, как, если так уж говорить, да, то это просто агенты, агенты внешнего влияния, понимаете? Вот. И, ну, это какая-то светская, конечно, формулировка, но то, что мы имеем, да, это именно, ну, как сказать, то есть у нас это называется модернизм. Именно вот такая позиция, когда человек, значит, внутри церкви отстаивает чуждые церкви совершенно цели и ругает церковь, ругает тех православных, которые выступают, собственно, за православие, да, то есть это именно задача, как именно заслонить собой православие, да, то есть модернизм, он состоит в этом, правильно? То есть человек приходит в церковь, и они этого добились, поэтому я вот тоже говорю об этом постоянно, и, конечно, это вызывает тоже, большого восторга не вызывает, что модернизм победил в церкви. Ну, давайте просто наугад зайдем в любую церковь, да, и вы получите модернизмскую католизацию, модернизмские публикации, там, не знаю, скажем, там, издательство Никея, там, и все-все-все, в разных вариантах, вот. Это все будет вам предложено. Пойдете в семинарию, получите то же самое. То есть вот это, как бы, модернизм сегодня выступает маской православия, обращенного к миру, да, и официальные, например, там, скажем, какие-то вот эти заседания, там, Всемирного Русского Собора или вот эти спикеры церкви, там, Щипков, я не знаю, там, и так далее. Вот. Но скажите, вот мы еще немножко будем потом говорить, да, вот о, может быть, все-таки вот мы хотели поговорить подробно об отце, о епископе Андрея, архиепископе Андрея Ухтомском, но я думаю, что, может быть, мы как-то отдельно подготовимся, да, об этом, потому что мы уже так довольно давно уже говорим, надо как-то нам тоже закругляться, вот. Но мы поговорим о том, что, вот, все-таки, что меня волнует лично, да, вот, меня волнует такая фигура, как Александр Дубин. Вот. Скажите, пожалуйста, вот как он расценивается именно в единоверческой среде? Смотрите. Они признают его за своего или нет? Александр Дукин, да, его признают своим, он пользуется определенным авторитетом, там его всякие высказывания о своем статье и ссылке дают на него в разных единоверческих чатах. То есть, например, вот в обществе Андрея Ухтомского, небезазвестный, да, вот, его очень, как бы, любят, уважают, почитают, как бы, вот, да. Потом я могу сказать, что интересно, есть среди, так скажем, товарищей филораскольников, получается, Таганки, там есть такая церковь святителя Николы, там, получается, единоверческая церковь, там настоятель священноигумен Петр Васильев. Так вот, в свое время было для меня немножко удивительно, но там вот эта единоверческая община отца Петра Васильева, они подали, по сути, письмо, сейчас скажу, в синодально-богословскую комиссию, для того, чтобы она разобрала вот определенные... Заблуждение Дугина. Да, у нас есть это письмо, да, на сайте у нас есть это письмо, да, это было, да, ну, лет восемь назад, где-то так, примерно, в пятнадцатом году примерно. Ну, естественно, они ничего не получили, я так догадываюсь, что никто не стал. Я общался на тему с Аркадием, по-моему, его Аркадий зовут Майлером, вот, когда я был в школе, просто, ну, как его, на всенодальном миссионерском отделе, вот, и он, как бы, как раз таки рассказывал про поведение Тюренкова, Михаила, его лучшего друга, ну, знаете, да, Михаила Тюренкова, потом вот эта вся тема. Но интересно, что, в принципе, единоверие – это очень такое интересное явление, там очень много, в принципе, есть хорошего. То есть вот эта вот частичка хорошего, вот в этой вот, ну, вроде кажется, такой самый главный филароскольнической общине, она все-таки сохраняется, то есть, да, именно сама община была инициатором подачи вот такого письма в Синодально-Богословскую комиссию. Нет, ну, понимаете, в чем дело? И вот тут я уже хочу, как бы, перейти к последним, там, скажем, 10-15 минутам нашей передачи, вот, нашего разговора, что, ну, все-таки, хорошо, давайте так, вот, значит, ваша группа открыто действует, открыто для посетителей уже сколько? Год-два, да? Ну, два года приблизительно, да. Да, два года. Скажите, пожалуйста, то есть вот, ну, я посмотрел, заходил на эту группу, я смотрел, и, честно говоря, мне трудно понять, ну, как бы, на что вы рассчитываете, понимаете, вот в чем дело. То есть мне, например, трудно ответить это и за себя, за наш сайт, за нашу деятельность, да, за наш подкаст, который мы сейчас вот с вами записываем. На что мы рассчитываем? Ну, я могу сказать, на что я рассчитываю. Рассчитываю просто на то, что есть суд Божий, да, есть, который положит этому безобразию конец. Но давайте все-таки мы скажем откровенно, что вот вы предлагаете людям, в том числе, единоверцам труды, значит, Павла Прусского. Вы поймите, какая штука, что, по сути, для уверения в истине православия достаточно и Евангелия, достаточно писания всего, достаточно трудов святых отцов. То есть, если так уж брать, да, то если вы зайдете на такой модернистский и очень неприятный для меня личный портал, как Азбука.ру, да, то там помещены все труды святых отцов, которых вот у меня, например, в библиотеке нет, и даже в электронной библиотеке у меня нет такого количества трудов, хотя я пользуюсь, естественно, святыми отцами, понимаете? Вот, то есть и там же присутствует и отец Алексей Тиняев, и много-много чего другого, и там масса всяких, и Пархоменко там существует, этот священник, и все. Там все-все-все, то есть ужасная смесь, где есть хорошее, в том числе там Владыка Феофан Полтавский, все, антимодернисты и все там вообще. Вот, понимаете как, если бы проблема была только в том, что сказать, да, вот прочти эту книгу, так, и как бы там здрав будешь, да, к сожалению, это не работает, понимаете? Вот, и я думаю так, вот наша идея, она в чем? В том, что, выход здесь, он в том, что мы действуем, вот, как сказать, ну, как в других условиях, если так можно выразиться. И раньше деятельность, миссия, это была деятельность, противораскольническая миссия, да, то есть, например, то есть отправляли вот эти два села, на два села, да, в них очень активно действуют раскольники, туда, значит, апархиальный архиерей отправлял, значит, уведомляли урядника, давали деньги подъемные, там, он все, антимин, все давали ему для того, чтобы он шел туда и обращал, венчал, кого нужно, если кто хотел, значит, вещи венчаться, значит, там, допустим, со сроком на два месяца, на три месяца, потом он ездил, вернулся, значит, дал отчет, отчет государству, значит, вот мне помогал урядник в этом, там, не знаю, был задержан там, не знаю, там, проповедник там такой-то, значит, беспоповство, потому что оно было запрещено, да, естественно, в царское время там и так далее, то есть это была деятельность, но в прямом смысле слова, да, вот как бы, да, отчет, начало, конец, результат, значит, сколько средств на это выделено, вот, понимаете? У нас, наша ситуация, она такая, что у нас это совершенно другая обстановка, понимаете, какая штука, если что мы можем получить, только это по шапке только, вот, в данной ситуации, вот. Роман Алексеевич, конечно, с вами нельзя не согласиться в том, что ситуация совершенно другая, но вот я отмечу, что есть просто рядовые раскольники, которые ходят и на московские приходы, и на приходы в старообрядческих селах, с ними, как мне кажется, можно вполне работать по тем методикам, которые были где-то нахожу. Я думаю, что работать как раз, конечно, можно, даже об этом и говорить не приходится, это, понимаете, тут другой немножко, как сказать, вот понимаете, какая штука, делать мы, естественно, ну, как, мы ничего нового не придумали, правильно? Мы точно так же идем с книгами, цитатами, да, значит, обращаем к писанию, и к канонам, и к соборам, и все, то есть у нас другого ничего нет. Но мне кажется, что ситуация такая, что нам надо думать немножко об этом по-другому, понимаете? То есть вот в чем проблема. Проблема вот в чем. Вот все время ты сталкиваешься с вот этой, такой, как гидром модернизма, да, что человек называет себя православным, он отказывает мне в названии православного, да, почему? Ну, потому что я, например, не почитаю там митропоэта Антония Блюба, я считаю его неверующим человеком, я лично его считаю, поэтому мне пишут, что я не православный, да, понимаете? То есть так, вот идея в этом. То есть когда ты сталкиваешься с такими вещами, что единоверие, которое должно служить тому, чтобы приводить старообрядца в церковь, является агентами старообрядчества внутри церкви, так, то это говорит о чем? Это говорит о том, что ядром является не там каноническое заблуждение, не какой-то там, не какие-то идеи там и все-все-все, а просто отсутствие веры. То есть ситуация такая, что это вот эти, это признак неверия. В церковь. Вот, да, людей в церкви, они пришли в церковь, они заняли там какие-то позиции, как Партериан Шмеман, да, там спихнул Флоровского, значит, да, там, занял его позицию, да, все начал заново в этом самом Владимирском семинаре, в американской церкви захватил власть и все-все такое, вот, значит, все эти, проделал все эти дела, вот. И, а что может быть ответом на неверие? На ответом на неверие является вера, понимаете, вот. Православные, строго копируют. И не просто догматические, нет, нет, именно что, в данном случае проблема именно что, и вера догматическая, и вера просто как дар Божий, которая нужна для того, чтобы человек принял крещение, понимаете? То есть, это как бы именно что, естественно, ну, они не противоположны, просто это как бы две стороны веры, правильно? Вера как дар и вера во что, правильно? Вот, и мы боремся с неверием верующих людей. И у нас вот даже была такая статья у меня о плохой вере, даже там, цикл из трех статей. Очень, мне было прямо открытие, в общем-то, вот, что это специфическое очень явление, потому что если это совсем не та ситуация, так, когда мы, например, у меня в подъезде есть человек, который неверующий, да, и я приду к нему с Евангелием и с ним буду говорить. Это одна проблема. Но если у меня в подъезде живет модернист, да, если он еще, может быть, священник, может быть, преподаватель, там, Никола Угрешской семинарии или какой-нибудь еще, понимаете, и он модернист и последователь Шмемана, то это, понимаете, я не могу прийти к нему с Евангелем, я не могу даже прийти со своей книгой против Шмемана, понимаете, это не сработает. То есть, в этом вся проблема, что вот то, с чего начал Роберт, то есть, о чем он говорил, вот эту замечательную картину, да, когда он не находил ответа у преподавателей семинарии, да, которые должны иметь ответ. То есть, значит, раскольники, выпускники семинарии, значит, университета по СТГУ знают ответы, значит, наши православные, которые не ушли почему-то в раскол, да, значит, они не знают ответа. Очень здорово. Значит, мы обращаемся к ним, мы обращаемся к тем, кто думает, что он знает истину о православии, понимаете? И мы обращаемся к духовенству, то есть, понимаете, ну как, я пойду, да, вот к какому-то священнику, буду его обличать, да, что он модернист. Понимаете? Мне бы в голову это не пришло, понимаете? Но я мирянин, что я должен делать в церкви? Я должен только слушать, по сути. И обращаемся к профессорам академии, которые просто скажут, да, я 50 лет преподаю, да, какой-то, скажет тебе, и все. Я награжден всеми грамотами, всеми орденами, а ты кто такой? Ты откуда здесь взялся? Вот, понимаете? И поэтому, например, вот, как сказать, наша ситуация, она такова, что мы насильственно включены в эту систему. Понимаете? Вот какая история. И именно катастрофа складывается. Но это как корабль тонет, да, на нем тонут те, кто привел корабль к крушению, но тонут и хорошие люди, которые в этом совершенно не виноваты. Но в целом, если мы уже берем духовную картину, то именно все складывается из неправильных мыслей, там, модернистов и неправильной реакции хороших людей православных. Понимаете? Поэтому... Это какой-то раскол как раз-таки. Да, то есть, понимаете, и надо именно, как сказать, то есть тут я бы хотел сказать, что именно вот вы говорили, да, что отец Павел, да, там, он скончался в 1995 году. Вы что, был еще жив Светлый Феофан Затворный, по-моему, да, там, не знаю, Святой Иоанн Кронштадтский был жив. Конечно, он не знал о модернизме, ему в голову это не приходило, понимаете? Потому что ему учили тайну. Вот сейчас все перевернулось. Там немножко не так было. И поэтому, конечно, конечно, то, чем мы занимаемся, это не миссия вот в каком-то... в деятельном каком... В смысле деятельности. Почему? Потому что если ты воспринимаешь ее как деятельность, эту миссию, да, и ты, в конце концов, просто, там, через два-три года, ты подсчитаешь, что тебе эта миссия, она ничем не кончилась. Она ничем хорошим не кончилась. Да, у нас тоже есть, на нашем сайте тоже есть такие отклики, что вот мы вам благодарны такому сайту, что вот я думал, я был, а теперь я, значит, передумал, я думал, что Осипов хороший, а теперь я знаю, что он плохой, и все-все-все, это все есть. Но, понимаете, такая ситуация, что я не могу это записать в отчет перед епархиальным архиереем и сказать, что вот, извините, вот я получил средства, вот я отчитался в моей работе, вот результат моей работы, там, три венчания, они жили в невенчином браке, да, какие-то старобрядцы, да, там, беспоповцы, а вот они все-таки под моим влиянием, они повенчались. Теперь они, значит, у них семья, значит, они живут в законном браке. У нас именно, как сказать, исчезла вот этот момент отчетности, понимаете, и мы, получается, что мы отчитываемся, ну, буквально там, ну, перед концом света, понимаете, потому что когда происходит такой переворот чудовищный, когда сама церковь наступает, ну, в лице своих, конечно, представителей, да, естественно, совершенно конкретно, лиц, начинает выступать против самого себя, уничтожать самое себя, то, конечно, место православного, оно, ну, как, вообще-то среди мучеников должно быть. Вот. И у меня раньше была даже такая идея, что, вот, что является мерой нашей правоты. Вот, ну, как, правильно ли мы все делаем, короче говоря, правильно ли мы говорим. То есть, вот, если нас, модернисты, убьют, да, тогда, значит, мы правильно все сказали. То есть, вот мера какая. Она, как бы получается, что наша мера, она абсолютная в этом смысле получилась. Вот. Потому что иначе, если ты будешь считать, да, сколько тебя людей смотрит, как они там, это сам, что они там, как сказать, ну, какая посещаемость у тебя сайта, там, то рано или поздно тебе это надоест. Ты не будешь этим заниматься. Ты устанешь просто. Вот. Потому что человек не может заниматься тем, что не приносит никакого результата. Да, это как, ну да, по апостолу, да. То есть, если человек сеет, он надеется получить плоды. Правильно? Там, правда, он про другое говорил, да, но все равно. Но сама идея. Мы должны рассчитывать на какой-то результат, а смысл. Какой? Если мы не можем удалить из церкви епископов-экуминистов, на какой результат нашей проповеди мы можем рассчитывать? Какие статьи против экуминизма нужно написать? Понимаете? Получается именно так, что у нас есть труды, у нас есть труды, начиная с священного писания, там, значит, догматы, значит, соборы, святые отцы, великие святые отцы, значит, учителя церкви и так далее. Все до наших дней, праведники наших дней, там и все. Вот. И это все, как бы, оно не, это все есть, отрицать это ни в коем случае нельзя, естественно, Боже упаси, только этим надо жить, естественно. Вот. Но надо понимать, что вот это, как сказать, мы свидетельствуем этим перед миром, что и мир нам просто не поверит. Вот это тоже еще одна история, да, вот это вот, если вы обратите внимание, то я говорю, что приходят посторонние люди, так, но фактически неверующие. И для них Антоний Блюн это святой, а я не православный, потому что я не считаю его святым. Там, или Мейн, понимаете? Вот. И это, конечно, о многом говорит. Это говорит именно о том, что модернистам удалось заслонить собой церковь. Вот. То же самое происходит, я смотрю, в единоверии, да, то есть истинное единоверие, оно практически как маской прикрыто фактически людьми, которые являются врагами церкви. Аминь. Вот. Так что, понимаете, и получается так, что, конечно, как я еще раз говорю, что это не призыв к тому, чтобы ничего не делать там, или что-то, наоборот, но просто надо как бы, ну, как сказать, умерить наши вот эти, как сказать, ну, в чем успех наш? В чем наш успех? Роман Лисович, а может быть, а сейчас коротко скажу, а вот обращение рядовых раскольников нельзя ли считать успехом? Отец Данил Сосоев, скажем, обращал раскольников, присоединял действительно конкретных лиц к церкви, хотя его деятельности противораскольническое противодействие отдел внешне церковных связей, как мы знаем. Но, 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 но все равно же вот присоединение раскольников это какой-то результат, какой-то успех. Ну, если вы будете на это опираться, то вы будете очень разочарованы. Потому что, потому что рядом, рядом, церковь, работает такая же миссия, только в противоположном направлении. И она уже работает по благословению отделов, епархий, архиереев. Вот, нет, как это, нет, как понятно, но это, как сказать, то есть, наш труд, он сизифов труд, так можно сказать. И он нуждается в оправдании, и это, этому оправданию только одно, только вера, больше ничего. Понимаете? Разумеется. У нас, у нас, мы не можем посчитать, сколько человек, под влиянием нашего сайта, вот у нас сейчас исполняется, там, через два месяца, нам будет 15 лет нашей деятельности. Сколько человек мы обратили из модернизма в антимодернизм, да? Я думаю, во-первых, очень немного. Во-первых. То есть, понимаете, по сравнению с деятельностью, например, скажем, Протерео Минского, да? Или, скажем, Никеи, ну, вообще никого. Можно считать, что никого. Понимаете? То есть, а наша деятельность не существует. Вот. И я для себя этот вопрос как бы все время решаю. Вообще, зачем я этим занимаюсь? Что это такое? Это как бы голос, да, выпивающего пустыни там, или что? Как понять это? Вот. Можно я вот вам вот вопрос из вот, просто вы сейчас вот затрагиваете очень интересный момент, именно вот про плоды, потому что у меня тоже спрашивают про то вот, ну, вот какие плоды вот твои деятельности. Конечно. Это логично, это правильно. И да, и я считаю, что это полностью правильно, вот, по крайней мере, я вот сейчас я вам расскажу, как я вот, из чего я исхожу, и интересно ваше мнение, вот, с Александром. Смотрите, я исхожу из того, что, собственно, почему я решил этим заниматься, вот, а не оставить это все как есть, потому что если у нас этим никто вообще не занимается, понимаете, то я как человек, который нашел, так скажем, истину, я решил просто с этой истиной, то есть у меня вот есть желание. Если истину не знают, ну, просто с ней как бы поделиться, мало ли это кому-то поможет. Началось все именно с этого. Потом, когда я понял, что это реально начало приносить пользу, потому что, когда ты строго по православному действуешь, строго в соответствии, да, святых единоверцев, святых отцов, то когда просто на, так скажем, человек сравнивает, вот, который пытается понять, где истина, в филороскольничестве либо в истинном единоверии, он сравнивает, да, у него что, он за критерии по истине берет что? Вот я, по крайней мере, для себя пришел, что нужно исходить всегда строго из святых источников православного вероучения, то есть, да, священное писание, святые ци, святые каноны, насколько твоя деятельность соответствует святым источникам, да, если она соответствует, тогда, по сути, для любого человека, для которого дорога истина, да, он будет делать пользу, в пользу святых источников, да, и таким образом, в принципе, я вот понял для себя, что, то есть, когда вот сравниваю, Верховский, там, Ухтомский, да, и на другую полку положить, так скажем, святых отцов, святых единоверцев, да, то, как бы, ну, любой человек, для которого истина дорога, он будет делать пользу святых отцов, тем более, я часто ссылаюсь на мнение святителя Игнатия Бринчанинова, точнее, на фразу святителя Игнатия Бринчанинова, который говорил, что мнение людей или целого общества не имеет никакого значения, если оно противоречит священному писанию, Вселенским соборам и общему мнению святых отцов. То есть, вот, это первый момент, то есть, делать строго в соответствии такому предупреждению. Нет, помните, это наш долг, больше у нас ничего нет. Вот, второй момент, чтобы вот твоя деятельность, она была подконтрольной епископом, понимаете, они могут быть модернисты, но, на мой взгляд, как для миссионера противораскольнического, который часто, так скажем, занимается апологией именно важности епископата в православной церкви, я считаю, что очень важно, чтобы твоя деятельность имела все-таки какое-то благословение и контроль в священноначале, потому что без епископа, в принципе, как бы, да, как бы, ну, очень многие дела, ну, то есть, многие дела, они провальны, поэтому я, так скажем, активный взаимодействующий со священноначалем, то есть, это синодальный миссионерский отдел, который, кстати, мою деятельность одобряет, вот, миссионерские отделы зачастую тоже, председатели, там, они тоже одобряют, поэтому я перед тем, как, к примеру, взаимодействовать с епархией какой-нибудь, да, я связываюсь с местным священно-денисист, так сказать, председателями, там, миссионерских обществ, узнаю их мнение, вот, если это их мнение, если эти люди, так скажем, не модернисты, а не православные христиане, да, то я уже, так скажем, с ними активно взаимодействую, для меня очень важно, чтобы моя противораскольническая деятельность, она не шла вопреки священноначалью, потому что церковь держится на епископате, да, а не епископат, он может быть чем-то ошибаться, но вот на сегодняшний момент я могу сказать, что пока я вижу только поддержку, одобрение и всяческую помощь от синодального миссионерского отдела и прочее, 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 понимаете, и у меня цель это именно попытаться, по крайней мере, на самом себе возродить, если это возможно, на собственном примере именно такое, так скажем, настоящее единоверие, то есть строго в святоотеческом русле, и я могу сказать, что я, да, и еще вот таким важным моментом это не только обращение внешних раскольников, да, вот, еще работа внутренняя, то есть это работа с самими единоверцами и самое, наверное, для меня главное, цель, чем я, руководствуюсь, это именно чтобы православные христиане, которые находятся в процессе поиска, то есть в том положении, в котором был я в годы обучения в семинарии, они не ушли в раскол, старобряческий либо другой из, и я могу сказать, что я знаю людей, которые, так скажем, вот при воздействии, так скажем, наших доводов, нашей работы, они оставили мысль перейти в раскол, понимаете, то есть как бы вот, это прекрасно, я ничего не могу сказать, просто я думаю, что на этом очень трудно опереться, вот так, если очень долго этим заниматься, то я думаю, что это это как бы база, она начнет, как бы, ну, как сказать, ну, размываться под вами, понимаете, потому что дело в том, что одно дело опираться на, действительно, на архиереев, как на источник духовной власти, естественно, я, например, не считаю, что наш сайт является подрывным, антицерковным, антииерархическим, боже упаси, в общем, мне это в голову бы не пришло, понимаете, если честно говоря, я не считаю, что ничего такого, вот, но, если вы подумаете, что те же самые епископы благословляют деятельность, и те, кто действует против вас, внутри православной церкви, они точно так же, вот эти, кого вы перечисляли, да, одиноверцы, они точно так же получают благословение, ну, я не знаю, наверняка и в синодальном отделе, или в синодальном отделе по отношению с, по отношению со старообрядцами, конечно, несомненно, там все то же самое, вот, поймите, как сказать, ну, я говорю, что нужна, а? Я говорю, что есть, ну, по крайней мере, я просто молюсь Господу, чтобы он, все здесь, чтобы он помог, и, понимаете, я вот всегда руководствуюсь... Да, вот это, нет, ну, правильно, об этом и речь, что, понимаете, как, я-то думаю так, что я за свое время, да, вот, как, значит, я занимаюсь этим, а я занимаюсь этим очень-очень давно, то есть, больше 30 лет уже, вот, такой антимодернистской деятельности, я видел множество раз, как, просто люди не выдерживали, вот этого, это, просто контакта с модернизмом, понимаете, во всех его области, потому что это очень плохо действует, на, вообще на все, вот, и на ум, и на все, вот, и просто люди не выдерживают, они бросают это дело, они занимаются другими вещами, переходят действительно за одни юрисдикции на другую юрисдикцию, и все там всякое по-всякому бывает, вот, и у расколу ходят, и вот, то есть, понимаете, если мы, как сказать, то есть, нужно все время искать внутреннее оправдание своей деятельности, искать не у себя, конечно, а не у святых концов оправдания. Да. Роман Алексеевич, ну вот, я, конечно, не спорю ни в коем случае, я полностью согласен с тем, что вы говорите про нынешнее положение церкви, вот просто можно, как мне кажется, найти опору в обращении рядовых людей из раскола, или вот, как Роберт говорил, в убеждении людей в том, что не надо переходить в раскол, ведь вот, как апостол Иаков говорил, обративший грешник от ложного пути, его спасет душу от смерти, покроет множество грехов, даже одного грешника обратить, это уже какое-то дело, это разве не опора? Нет, это все так, это все так, но вот я бы сказал так, понимаете, если что-то мы делаем хорошее, мы не можем это записать на свой счет. Аминь. Это да. И, например, вот отец Божидар Главик, он из Болгарии, очень хороший, священник прям духовный, очень духовный человек, настоящий, православный. И я ему как-то говорил, мы с ним созванивались тоже по скайпу, и мы с ним разговаривали о наших сайтах, у него сайт Будиверин, такой антимодернистский сайт, и наш сайт, мы друг на друга ссылаемся. Вот. И мы с ним говорили, что, ну вот, даже не знаю, прям такое, ну как бы уныние, неизвестно, о чем писать, это было как раз вот, когда был этот собор, и все вот это, в 16-м году, в 15-м, аж в 17-м, когда готовился собор. Вот. И все думали, что там будет, и волгары, и русские, там все будут на соборе крестском. Вот. И он сказал такую очень хорошую вещь, он говорил, что да, ничего хорошего нет, но может быть, Господь видит в нас что-нибудь хорошее. Может быть. Потому что я не вижу. То есть он про себя сказал, и я мог бы про себя сказать. Понимаете? То есть если это говорить по-человечески, то наша деятельность, она пришла к полному ничтожеству. Вот если так можно выразиться. Поначалу были, поначалу первый год, два года у меня были надежды на то, что что-то произойдет, так сказать, да, что это как бы услышат там и так далее. Услышали, но не те, кому нужно. Услышали не так, как я хотел, да, сделали выводы из этого, не те, которые я хотел. И все в таком духе. Понимаете? Вот. То есть если операция, то есть надо все время искать оправдание у Бога в своей деятельности. Вот так. Я бы так сказал. Иначе без этого невозможно быть миссионером в нашей дне, если мы хотим заниматься миссией. Потому что миссия, она больше превратилась в свидетельство. Вот так. Понимаете? И почему мы почитаем память от Садемии? Именно потому, что она свидетельствовала о своей смерти. Вот. Значит, его миссия была успешной. Вот так. И она еще строго в святоотеческом русле. Это тоже важный критерий. Ну, естественно. Ну, это само собой. О чем речь-то? Вот. Понимаете? Так что вот. Потому что, понимаете, вот, Роберт, вот вам сейчас сколько лет? Двадцать шесть. Двадцать шесть. Я начал заниматься, значит, вот, борьбой с модернизмом, когда мне было, значит, соответственно, да, мне тоже было 25, мне было 25 лет. Вот. Сейчас мне шестьдесят. Да? Пошел шестьдесят первый год. Ну, я говорю, что если сравнить мою деятельность с деятельностью протерей, менее, там, который был тогда еще жив, да, там, не знаю, Антония Храповецкого, этого самого Плюма, я уж не говорю про Антония Храповецкого, который вообще все заполонил собой своей этой ересью. Понимаете? Вот. То есть, моя деятельность ничто. Если смотреть на это, то тебя, значит, ожидает либо уныние, либо, ну, как бы, горделивые мысли, что ты такой великий, что ты не понял. Так продолжать на этом ты не можешь, и на этом никто не устоит. Понимаете? Я можно буквально вот тоже вот скажу такую важную мысль, чем вот я вот руководствую. Смотрите, я в процессе этой деятельности пришел вот к чему, что на себя часто, в принципе, рассчитывать-то и не стоит. То есть нужно как-то просить Господа. И как вот я вот считаю, что нужно со своей стороны сделать все, что я могу. А дальше просто успокоиться. Да, но думать о себе, что ты не что. Помолиться, тебе действие Господу. Да, но думать надо, что ты не что. И это работает, понимаете? Это работает. Господь потом, спустя какое-то время, вот эти семена посеянные, да, потом я просто вижу, идет плод, и причем плод именно большой. Просто этим нужно заниматься. У нас большая проблема, что у нас вот как бы люди начинают унывать, а просто возможно, что их не все время. Потому что они не говорят себе каждый день, что мы рабы ничего не стоящие. Да? Вот. Понимаете? Как говорит, да, значит, Писание, как говорит, да? Когда все исполнитесь, говорите, что вы не... Мы рабы ничего не стоящие. Правильно? Конечно, это так и есть. Вот. И это, как сказать, это не просто какая-то, знаете, такая, знаете, там терапия, да, для уставших миссионеров. Если ты делаешь это не от всего души, не от всей души, не от всего сердца, от всего помышления, да, и я поэтому и говорю, что я даже не оговариваю в этом смысле, как отдельно догматическую веру православную. Вот. Естественно, все, все, если ты не говоришь, что это от всего себя, да, и перед Богом, только перед ним одним, то ты не устоишь на это. Потому что, как сказать, сознание играет с людьми очень странные шутки. И как раз вот именно вот в этом смысле я могу сказать, что я получаю пользу от общения с модернистами. Потому что я вижу, какие штуки вытворяет действительно с людьми, да, их сознание, патологическое сознание. Вот. А оно нам всем как бы угрожает такое патологическое сознание, что действительно человек приходит в церковь, ее разрушает, начинает разрушать не теоретически и считает это правильным, считает это православным, а всех, кто ему мешает разрушать, он считает неправославным. Вы поймите, отлично. Вот. Вы поймите, какая, что в голове при этом происходит у человека. И человек-то такой же, как и мы, в общем-то, да, то есть все, у него те же самые образования, все, все, что у него есть такое. Вот. Кстати, интересно, вот мне кажется, что вот ваша, вот, Роман Алексеевич, борьба с модернизмом, как и наша борьба с расколами внутренними, внешними, мне вот кажется, что здесь вот очень хорошая фраза из Священного Писания, что наша брань не против порлотии крови, а против духа злобы поднебесной. То есть сатана из года в год, из века в век пытается одолеть Церковь Христову посредством ереси и раскола. Понимаете? Модернизм, экуменизм, обновленчество, это вот причины, да, вот многих расколов. Это попытка сатаны одолеть Церковь Христову. Поэтому, по сути, я вот тоже считаю, что противораскольнические миссионеры, вообще, в принципе, все миссионеры должны быть просто по определению антимодернистами, или иначе, просто миссией-то вообще не занимайся. То есть она будет успешна только в том случае, если ты будешь строго следовать священному преданию нашей Церкви, а это по определению антимодернизм. Тут хочешь, не хочешь. Потому что даже священческой присяге, я вот как учившийся в семинаре, я могу сказать, там прямо сказано, что я буду... И, кстати, в епископской присяге... Епископская особенно, да, там, да. Да, там сказано, что каждое мнение, каждое будет строго основано на священном писании, святых отцах и святых канонах. Об этом святые отцы говорят, что нужно каждое мнение строго следовать учению отцов в Церкви. То есть вот. И в этом плане, если ты будешь строго в православном русле, я считаю, что просто Божья помощь, она будет по-любому. Потому что ты это делаешь ради Господа. Ну, понимаете как, это, знаете, это как, это... Мы просто уповаем на это, мы верим в это. Конечно. А, конечно, что значит по-любому? Это так, я не знаю, так не могу сказать. Это... Господь не оставляет, понимаете, страдальцев. Да, это да. Но, понимаете, многие занимаются... Многие не страдают. Многие ничего... Для них это, как сказать, они не испытывают неудобства. Я испытываю постоянно, если между нами говоря. То есть, я... как сказать, я каждый день исследую, до какого-то, каких низин, как бы, да, каких глубин может дойти падение. Тот же Дугин, да? Ну, там было еще хорошо, что я начал как бы с Дуги. В каком-то смысле, да? Одна из первых работ была такая против Дуги много лет назад. Вот. Потому что, то есть, ниже падать уже некуда. Понимаете? То есть, это не просто там атеизм там какой-то, да? Это просто прямая, темная сторона абсолютно. Вот как раз. Вот. Духи злоба поднебесные. Вот. То, что он воспринимается действительно как христианин, как единоверец, это как чудовищное переодевание. Понимаете? Это какая-то как вообще причина просто. Об этом же было всем предсказано, что будут лже-христи, лже-пророки, лже-пастыри. Это что было предсказано? Нет. Где развлечения у людей? Хорошо, ладно, да, понятно, да, но все-таки сейчас еще не пришел антихи. Вот. Где развлечения у людей? Они что, не понимают, кому служат вообще дуги? Вообще, что это за духовность и какого она знака? Вообще, какой-то, ну, интуиция должна быть. Ну, вот. Так что, ну, ладно, хорошо. Мы, в общем, об этом еще раз поговорим когда-нибудь. Бог даст. Вот. Благодарю вас. С нами был вот Роберт Шигорен и Александр Чуевский. Спасибо, Господи. Был роман, вершила. И мы провели такой, значит, выпуск нашего антимодерн-подкаста, посвященного борьбе с модернизмом у старообрядцев и современных единоверцев. Благодарю вас всех. Благодарю. Спасибо, Христос. Спасибо, Господи, да. Спасибо, Господи, Роман Алексеевич.